Дальше у нас идет удовольное поле, чтобы ребята могли играть. Тут есть небольшие трибунки. На планшете эксклюзивный проект двора. Его по просьбе активистов Общероссийского народного фронта сделали молодые архитекторы. В 3D-модели специалисты воплотили пожелания жителей трех домов на улице Старозагора. Инициатива благоустроить двор принадлежит самим горожанам. В трех домах живут около тысячи детей. И акцент нужно сделать на спорт. Кроме футбольного поля и настольного тенниса, можно организовать и небольшой роллер-дром. Пространство позволяет. Жильцы попросили для детей постарше, кто на велосипедах, на скейтах, на роликах катается, делать площадку. Мы предоставили вариант такой, можно сказать, европейской площадки. Достаточно удобной, комфортной и безопасной. Горки небольшие, трамплинчики. Проект активно обсуждают жители. Внесут небольшие корректировки и будут подавать заявку на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда» в следующем году. Программа рассчитана до 2022 года. В этом году из федерального и областного бюджетов на ее реализацию в Самаре выделили почти миллиард рублей. На эти деньги благоустроят около 200 дворов. Где-то построят детские и спортивные площадки, где-то отремонтируют дороги, поставят фонари или займутся озеленением. Что необходимо, решают сами жители. На всех этапах реализацию проекта контролируют активисты ОНФ. Наша задача, прежде всего, помочь жителям понять, какую площадку они хотят, какой спортивный уголок. Хотят ли они озеленение или они хотят здесь расположить парковку для автотранспорта. Чтобы интересы абсолютно всех слоев жителей были учтены. Жители этого двора к делу подошли серьезно. Предлагают комплексное благоустройство площадки. Сделать игровую зону для самых маленьких лавочки с навесами на солнечной стороне. А молодые художники из числа жителей хотят превратить не самые приглядные въезды в подземный паркинг в настоящие арт-объекты, украсив их яркими рисунками. Действительно очень хороший проект от молодого архитектора. Все очень ярко, будет красиво, рациональное использование, потому что территория позволяет, территория эта двора большая. Даже в современных домах я не встречал вот таких вот проектов. Они достаточно индивидуальные, они учитывают какие-то особенности, да, то есть, допустим, большее количество там навесов. Жители этих домов активность благоустройств проявляют не только на бумаге, разрабатывая проект, но и делом поддерживают двор в ухоженном виде. Неоднократно они выступали с инициативой сами для поддержания чистоты и порядка на своей территории, плюс прихватывали незакрепленную территорию. Они сами наводили там порядок, убирали весенний порядок, ну а мы им оказывали содействие, чтобы мусор этот вывести. Мнение жителей непременно будет учтено. Это обязательный пункт программы «Комфортная городская среда». Только в Кировском районе Самары на участие в ней уже подали около 140 заявок. Кроме дворов благоустраивать будут парки и скверы. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События.